Приветствую вас и давайте постараемся спокойно разобраться с тем, что сейчас происходит у вас. Вы родили ребенка для женатого мужчины, о чем не знали о том, что он женат до того, как были беременны. Далее вы пишете, что вы родили ребенка ради него, для него, но он вам не нудит. Мужчина вам не нудит, вы его отпустили, но любовь при этом у вас к нему есть и он вас не отпускает. В этой ситуации нужно ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Вы все-таки постарайтесь определиться с тем, как проявляется то, что мужчина вам не нужен. Вот, по вашему мнению. Если вы его любите, то он вам нужен. По крайней мере, вы к нему не безразличны. Другое дело, что человек и там, и там. То есть, и в своей семье, и с вами. И для вас это, безусловно, оскорбительно. Для вас это унизительно. Но как отец, он имеет полное право видеться с ребенком. В этом отказаться вы ему не можете. Далее вы пишете, что он вас не отпускает. Вы не знаете, что делать. Во-первых, надо заметить, что если вы хотите, чтобы с ним все это закончилось, а я думаю, что вы хотите, раз он не ушел из семьи своей, то в первую очередь нужно понять, почему вы до него еще держитесь. Если не держитесь, но он вам просто не дает ничего делать, не дает жить дальше, вы говорите, что вы его отпустили. Значит, мы не смогли правильно донести до него тот факт, что вот такое его поведение для вас неприемлемо. Что вот такая постановка вопроса вас не устраивает. И донести это можно только через единожды словами. То есть вы скажете ему четко, что вот ты обещал, но этого не сделал. Ты обещал уйти из семьи, но ты не ушел. И теперь получается, что ты меня обманул. Соответственно, если ты меня обманул, то доверять тебе я не могу. Если ты хочешь быть со мной с ребенком, то тебе нужно в своей семье. Я делить тебя не собираюсь с другой женщиной. И дальше мужчина вам, конечно же, не поверит. Мужчина будет продолжать либо обещать, либо просто доставать вас своим обществом, своим какими-то словами, своими там общением, своим поведением и так далее. И вам здесь необходимо показать, что вы бегло лично к нему. То есть почему он, ладно, отпускает. Потому что он считает, он уверен в том, что вы испытываете к нему какие-то чувства. А вот чтобы он перестал надеяться на то, что вы испытываете к нему какие-то чувства, то нужно показать ему свое безразличие. То есть хочет общаться с ребенком, пусть общается. Но вы его как будто бы не замечаете. Вы никак к нему себя не проявляете. И вообще говоря ведете себя так, как будто его нет. И вот это поможет вам сделать следующее. Показать ему, что вы не собираетесь принимать его в данный момент. Вы не уважаете его за то, как он себя ведет. Но это поведение действительно не уважительно. На самом деле. Вы не воспринимаете его больше как мужчину, как человека, как личность. И он для вас ничего не значил. Тонкость этой позиции в том, что вы с одной стороны не будете ничего проявлять. И ни негатива, ни позитива. И это покажет мужчине, что вам реально все равно. И с другой стороны портфолио вам избежать лишних отношений, лишних трасс нервов и прочее. Для этого, для поддержания такого поведения, нужно немалый запас терпения, выдержки. Но сложно будет на первых порах. Когда ваше сознание начнет адаптироваться к такому поведению. К такому новому для вас поведению. Когда вы привыкнете, вам будет легче. Более того, вы сами поймете, что ваше поведение правильное. Потому что оно соответствует тому отношению мужчины к вам, которое он проявляет. А он проявляет такое отношение, которое ему удобно. Он не хочет уходить оттуда. Он не хочет уходить от вас. Ему это наиболее выгодно. Соответственно, вам терпеть его выгоду. Его мысли только о себе, конечно же, не стоит. И для вас это единственный выход. Со временем, мужчине не надоест вбиться в закрытую дверь. И он либо сделает то, что вы хотите. То есть, уйдет из своей семьи и будет с вами. Либо перестанет вас держать, удерживать. Потому что поймет, почувствует, увидит, что вам все равно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.